итак продолжаем был небольшой перерыв случайный сбой и продолжаем так значит если мы говорили до сих пор от чистых от чистых химеров хотя химер это как раз нечистая промежуточном варианте это когда на границе прививок манчжурец напитался генами фаины то есть культурные видите как мелкие крупные вот а все ветки на границе или наоборот фаина напиталась генами манчжурца и не заметила этого этих заморозков и страшной зимы очень длинная морозная зима не предельно но очень длинная морозная и даже страшно ураганный ветер вот он смотрите вот тут смотрите тут смотрите и там смотрите везде смотрите он не по это не уничтожил весь урожай теперь что что находится на границе тучи ходят хмуро кровь суровый тишина и вес так это не о том значит перед вами мичуринский посмотрите какая красота видели вот они уже такие а вы знаете что они должны были быть такими вот такого размера вот такого вот когда момент созревания то есть перед тем как упасть а что будет дальше а я еще висеть то в месяц полтора вы представляете какие огромные будут плоды а что случилось как когда-то латинкову сказали у вас железом растут химеры с презрением это при том что наши абрикосы наши с латинков лучшие в стране и в мире лучшие в стране по качеству плодов по размеру и лучше в мире еще добавьте сюда морозостойкость и вот также точно прививка на манджурец но скажите мне пожалуйста если раньше я три три четыре поколения увеличивались вот так вот заметьте им еще месяц полтора висеть вы представляете им еще месяц полтора висеть что будет ой что будет как говорю райкин пиво будет холодная опять упрекся так вот будет продолжение сенсации то есть 30 грамм то есть вот таких спелом виде они у меня увеличились этот самый последние годы причем резко предпоследний год нет три года назад они мне увеличились сразу за 100 грамм а если в этом году будет еще больше чем 100 грамм ну вам не интересно разве скажите а вы не хотите иметь вот такие сорта это не сорта это химеры вот как с презрением а я уже говорил столько химера считается химера долго не живет почему она неправильная это и не подвой это и не привой это гены перемещения так посмотрели еще показать давайте теперь отвлечемся чуть другая тема поехали смотрите на это дерево ну допустим подряд ой какая мелочь ой какая мелочь вот это манчжуриц но опять испорченный он крупный не будет тут он как раз будет 20 грамм но плоды удлиненная потому что их испортил кто а там сосед рядом это называется беспорядочная полусвязь а сосед это осенья самура и вот получилось потомство не то не все как это ни папу не маму что-то среднее интересно а почему дерево такое полное омоложение на дало тут взять сколько этих ну прошлом по запросу вот она прошлом единица по запросам оно дало где-то ведер 10 20 смотрим дальше что вот это такое никто их не садил прошлом году еще больше было не были выкошены вот остались косточки еще год полежали и пошли и пошли и пошли и пошли и пошли к чему это догадайтесь если я не смог собрать все это все эти косточки а скошено было в 10 раз больше вот тут их косились тысячами вот тут вот почему вот эти деревья самые были да вы мне и так поверите они были самые-самые урожайные да это потомки манчжурица но гибридного уже вот еще одно дерево на каком-то из них висит бирка если они скосили видите омоложение все это работает на омоложение почему вот сильно огромное дерево было и плоды были мелкие мелкие а сейчас они будут после омоложения вполне прилично скажем так вот сюда глядите вот сюда глядите конечно это примерно в 10 раз нет не то что меньше больше а в 10 раз жиже чем это было двадцать втором году здесь раз жиже ну мне хватит соки компоты варенье засушка потом идет видите потом идет этот самый косточки для вас вот и сергей для посадки на все хватит 1 1 оба нет одного конечно не хватит ладно проехали значит посмотрели один манчжуриц омоложенный второй манчжуриц омоложенный о манчжуриц не омоложенный то есть уже рука не поднялась потому что это один из моих гигантов если вы туда посмотрите это намного больше 10 метров это потомок манчжурского абрикоса патриарха вот прошлом году здесь лежала уже когда собрали урожай смотрите после того как собрали урожай это 22 год после того как собрали урожай здесь лежало еще тысячи зашли вот тут сотни и все эти сотни были скошены осталось что-нибудь пропускайте урожай он же буквально каждый год надрывается от урожая вот отсюда не видно вот когда желтеет тогда вдруг оказывается что не есть вот это наверное самый мы неудачливый скорее всего надорвался а вон они плодики но их мало есть но мало теперь так следующий на него тоже рука не поднялась он был омоложен раз жиг два и на всякий случай сразу скажу никогда не при никого не нанимайте омолаживать ваш сад это самая подлая вещь на свете когда делая умное лицо вот обдирая вас как липку а вы столько денег отдадите за омоложение за обрезку омолаживающую что никогда их не вернете никогда просто колечо деревьев находишь вот этих веток сильно много каждую вторую выпили с умным видом и вы будете платить платить только отрезается верхняя часть скелетных веток вот сколько тут было допустим 5 метров вот метр остался допустим здесь было три метра вот здесь метр остался все вот третья ветка чек делается эта обрезка не за 10 20 как принято 1000 рублей а я все всего когда человек мне полностью молодил сад я ему 1000 рублей он такой счастливый уехал от меня вот это что было то было вот это есть настоящая обрезка вот она ну и результат ну в этом году урожайчик так себе вот у нас это не принято считать за урожай ну ведра два будет да пожалуй а и но это все после омоложения плоды будут крупнее может быть три ведра так посмотрели еще на одно а теперь куда посмотрим вот это дерево вот она смотрите внимательно самые мелкие видите самые мелкие самые мелкие плоды количество их когда это еще кажется что мало потому что их плохо видно это тоже это где-то третья часть от рекордного урожая то есть со всего дерева будет ведер 10 15 а было ну даже если досчитали потом клюнули а потом все это смотрели сколько здесь сходило этих самых ну все и все это выкашено вот теперь так его я назначил быть когда будет выпилен патриарх это еще год-два вот вы это вы меня друзья уговорили не выпиливать вы патриарха не выпиливать ну еще год-два а это и он будет сходить а серега давай специально посадим я представил что мне надо ждать сколько лет и вряд ли доживу я сказал вот пока будет вот эта замена вот она считаем ну-ка что тут я сам коля был не помню что абрикос манжурский все . вот а по-моему это номер 1 манжурский номер 1 так вот значит ну какие у него будут урожая в этом году вы догадываетесь сильно огромное дерево я думаю нет ветер двадцать пятнадцать десять а 10 20 ветер она даст она не омораживалась плоды мелкие вот они вот ну до 20 грамм дойдут значит еще раз а нет давайте еще одно посмотрим вот это же не химеры так и химеры вот это еще один ветеран 30-летний это артем я назвал в честь не в честь а ну как бы повод было меня родился сын артем назвал артем потом оказалось есть классический артем тогда я не растерялся назвал артем 2 хотя классическом артеме деревне все не имеет 10 лет назад дало рекордный урожай тридцать ветер после этого считать перестала бывало и больше бывало меньше вот это классика но можно ли назвать химеры помню даже моя любимая тема химера вас понимаете кстати посмотрите почему она жива до сих пор никаких обрезок на кольцо ненавижу вот и апологетов ненавижу тех кто как крестит обрезка на кольцо хотя это значит пустить туда внутрь это пустить внутрь мороз вот оставил это пробка это пробка вот это пробка чтобы не попадал мороз как это не понять как это не понять а ничего что за страна такая почему не это говоришь элементарные вещи а тебя не понимают а кроме оскорбления ничего в ответ а это не это 30 лет не дерево с урожаем 20 лет назад нет в 20 лет дало урожай до 30 лет 20 вспомнил 25 ведер и это не пример это не значит что это вот это все равно значит нельзя так нельзя так надо было всем не обрезать на кольцо выпилить потом дерево на дрова а вот это правильно вот так вот ребята ну а идем дальше разговорился я отец самое главное итак это особое дерево почему это бывший академик как случилось я не знаю чтобы за один год в общем так это был академик точно так же на манджурцы был перенесен сюда вот видите вот так это заряд бог вот он был перенесен сюда сейчас уже выпилена потому что жизнь заставила освобождать место потому что в стране для нас нет этих самых нет земли для нас вот он видите там за этим забором брошенные и заросший полностью до него залазимый участок а там было картофельное поле отказались продавать пятьдесят тысяч это еще в те годы предлагали за сотку мы бесполезно но миллионов не было может за миллион за сотку бы продали но кто же нам даст миллион так вот это ничего что ты случайно в кадр попала ну помаши рукой еще раз так и так получается следующее это дерево один из рекордсменов самые рекордные из культурных из культурных посмотрите на его целиком далее да это самое что еще хотел сказать сейчас полка химера или не химера и так когда я академика сюда посадил первый крупный большой урожай показал что плоды в три раза мельче а вот форму сохранили с носиком но в три раза мельче и тогда стал вопрос а что будет дальше урожай был большой значит следующий год вернется крупность как 100 граммовая академики не вернулась вот это качество вкусная урожайная морозостойкие ну 30 лет ему ни хрена не сделалось видите вот она конечно не первой молодости есть только выражение не первой молодости но ему еще жить и жить и тогда я подумал наверное это химера потому что уже в его потомках ветки видите на прививку хороши смотрите ветки на прививку хороши хороши это я за вас отвечаю так вот ветки хороши значит потомстве сохранилось вот это качество то есть это вегативный гибрид пусть он 30 граммовый но и он или сортом не имею право назвать а вегетативной гибридзации не существует и вегетативной сорта не существует все что делает железо это ложь и мошенничество . но вот это ложь и мошенничество перед вами урожая доживем до осени так почти все сказал уже сколько мне говорить про это жердели евро столько раз говорю я даже неудобно а знаете что дополна к этой картины значит сергей я тут косил в траву еще я железу попросил то не знает вот тут унивеска вот 8 913 444 3178 и вот она вам ответит что у нее для вас есть саженцы лучших сортов мировых стандартов так написано на нашей этой там на вывеске на воротах сорта мировых стандартов вот человек как они достаются и строитель они от 1000 до 2 саженец вот это уже второй вопрос господин профессор как в анекдоте вот но вот это всю жизнь провести вот так вот извините на такой позе наверно сами стоит этого вот так я набегу набегу не подходя короче с это прислали мне рекламу манджурские абрикосы не привитые на этом самом на фотография приложена к сайту вот там трехлетний абрикос умирающий желтый умирающий так ты это лучше бы ты села знаешь почему сейчас упадешь до конца вот цена манджурского неприто абрикоса от 3500 до 12 тысяч рублей а это настоящий сайт я уже не раз прикалывался показывал на этом на вот что есть то есть вот а это один пример а второй сайт показывал саженцы там идет так тысяча две три шесть тысяч саженцы даже яблони а потом бах 44 тысяч а я смотрю фотография тоже опять же украдена с интернета украдена да я показывал вебинары участки вебинаров это видели кстати завтра вебинар имею ввиду так так вот значит такой же саженец фотография тоже украдена с это присвоено так вот вместе с пол сотни других этих вот и вдруг сорок четыре тысячи 44 а есть еще сорок один сорок два и сорок три обыкновенные яблоки то и обыкновенная сорта не то что это а есть сорта выдающийся есть такой сорт яблок черный бриллиант так ты можешь не знакома я я бы хотел его бы заиметь но и как купе саженца к купе саженца окажется сорняк так а фотография красивейся там огромное черное яблоко вот у кого у них а и самое интересное что там про сады ни слова ни одной фотографии сада для меня доказательства то что они украли фотографии с интернета а вам и воровали хоть вот именно все подруга закачиваться мне осталось одна минута и меня и сейчас а сам остановится а я еще не дошел минута 20 секунд сережины покажу эти корневые отводки и вдруг не серёжа говорит пожалуйста не это не надо сама скашивать там в одном уголочку вот я покажу не надо говоря сам найду он среди нас дураков не водится вот так опа шапок среди минута а водится вот это вот вот это вот а вот и так потом сделаю фотографию скажу что с ними делать дальше бесценное сокровище проклинаемое всеми звонок константинович ваши гостиливы дают отводки дают биби 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 даже про это до свидания не говорят все понятно самое ценное что может быть на свете принимают за сорняк вот если не надо скосим также вот как я косил нет все время на все стекло но я успел сказать то что хотел заседание друзья вот на татьяну сам полюбовались заказывайте не пожалейте о отводки вишен а как похоже на черешки вот она